Добрый день, уважаемые коллеги! Здравствуйте, меня зовут Апокин Александр, я врач-стоматолог, работаю в Москве. Сегодня мы продолжаем разговор о мифах в стоматологии. И сегодня я хотел бы с вами поговорить о мифе, о том, что в коммерческой стоматологии все благополучно. И вот я учусь в ВУЗе, закончу его и пойду в коммерческую стоматологию, буду зарабатывать огромные деньги и у меня будет все замечательно. Это очень широкое мнение. Это мнение укоренилось, наверное, в 95-98% абитуриентов, направляющихся в ВУЗ. Но это может оказаться зачастую совершенно не так. Причины такого мифа, они уходят своими корнями еще в советскую стоматологию. Это отдельная история о том, почему так вот сложилось в советской стоматологии. Мы об этом тоже поговорим, это в большей степени такой исторический очерк. Прорастая уже в новую российскую историю, этот миф немножко трансформировался, потому что стал появляться рынок коммерческих стоматологических услуг, в котором, так скажем, цены значительно отличались от ОМС и там вокруг этого. Соответственно, туда поступили работать врачи, перешедшие со своим клиническим опытом, наработанными базами пациентов из ОМС, и, в общем-то, как-то это все уже в двух-трех итерациях эволюционировало, и сформировались определенные каноны коммерческой стоматологии. Значит, вот в чем заблуждение в этом мифе? Значит, коммерческая стоматология сформировала определенные критерии качества оказания стоматологических услуг. Ну, если вот все делается правильно, да, то есть, если даже мы не будем опираться на клинические рекомендации, там, утвержденные Минздравом, которые на самом деле очень архаичные, к ним очень много вопросов, кто и как их писал, и в каком там состоянии он находился, и что из этого получилось, в коммерческой стоматологии больше бытует мнение, мы работаем по протоколам, то есть, американские протоколы, немецкие протоколы, израильские протоколы, кто вот где чему научился, тот вот как бы так и работает. В чем ключевое отличие слово протокол от слова рекомендации? Рекомендации имеет такое сослагательное наклонение, вот, мы это рекомендуем. Будете вы это делать, не будете, но мы рекомендуем, все. Протокол – это твердая буква закона, которую надо выполнить, все, без вариантов. Соответственно, вот такие протоколы в НДОНТИ, протоколы в хирургии, они несут в себе больше качества, они как бы более однонаправленные и не имеют каких-либо альтернативных трактовок. Так вот, выходя сейчас из ВУЗа, вы столкнетесь с очень серьезным парадигматическим сдвигом, преодолеть который, ну, это вот как во время каких-то тектонических изменений литосферы, вот, то есть, вот, континент раздвигается, одна литосферная плита уходит вниз, а вторая, значит, на нее наползает. И вот вы в ВУЗе находитесь на плите, которая вот идет вниз, и вот эта литосферная плита с нашим высшим медицинским образованием, она продолжает опускаться. А коммерческая стоматология, она как бы на нее наползает, пытаясь как бы либо ее трансформировать под себя, да, либо что-то туда внести. И вот этот вот парадигматический сдвиг между двумя вот этими уровнями, он таков, что запрыгнуть на него вот одним прыжком, вот с шестом, преодолеть эту разницу, не каждый из вас сможет. И приземлившись вот в коммерческой стоматологии, условия коммерческой стоматологии бывают очень сильно разные. От такой вот хай-тек, который там бывалые опытные коллеги глядя в такую клинику, могут сказать, слушайте, а это вообще, в какой стране расположено такой дизайн, такая аппаратура, все, да, это в Москве, вот у нас такие клиники есть. А может оказаться коммерческой стоматологии экипирована хуже, чем ГОСКО. И дальше с вот полным спектром вот всех градаций состояния между вот там такой локальный адок до вот супер-хай-тек, который все туда мечтают попасть. Соответственно, как бы попадут в хорошие места не все, а в хорошие места вообще никто не попадет, потому что в хороших местах все укомплектовано, и очередь стоит дальше туда как бы попасть. Соответственно, вот этот миф, его нужно очень серьезно из себя изживать, нужно четко понимать эту разницу, готовиться к ее преодолению, читать книги, инвестировать в себя ежегодно с первого курса до ординатуры включительно, и каждый год эти ставки должны удваиваться. Таким образом, вы можете объективно претендовать на то, что вы что-то хотите, потому что когда люди выходят с кафедры ортопедической стоматологии, говоря, я сейчас стану дорогим ортопедом, это просто в дурку, потому что человек не понял вообще ничего, откуда он вышел, и чему его учили, и чему вообще надо учиться, и что он дальше будет делать. Соответственно, вот этот миф из себя, пожалуйста, изживайте, не заблуждайтесь, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях вашу интересующую вас тематику для следующей публикации. До встречи, всего хорошего!